Еженедельное оперативное совещание администрации Щелковского района стартовало с объявления о новом кадровом решении. Пост заместителя главы районной администрации по вопросам ЖКХ теперь занимает Наталья Ефимченко. На планерке новый зам подготовила доклад по нескольким темам, в том числе рассказала о результатах отопительного периода, который завершился 23 апреля. В принципе он прошел весь без стресса, все аварийные ситуации устранялись в регламентированные сроки. Теплооснабжающие организации выполнили все программы капитального ремонта, которые у них были заводны. Графики подготовки к новому отопительному сезону все составлены, находятся на строгом контроле, цепловые комиссии проводятся еженедельно, поэтому на сегодняшний день ситуация контролируется стабильно. Я прошу посчитать количество технологических отключений, количество аварий на топительный период, 7 теплоснабжения и подключение горячего водоснабжения, соответственно, должны быть дополнительно. Активно стартовал в Щелковском районе ремонт дорог. На оперативном совещании депутат Мособлдумы Владимир Шапкин отметил, что контролю над ходом работ в этом году региональный парламент уделит особое внимание. Помимо административного контроля должен быть депутатский и общественный контроль. У нас есть в области список, как называется, черный, в который вносятся те организации, которые по итогам года плохо поработали. В следующем году подряд они вряд ли получат. Поэтому есть такое предложение нашему депутатскому корпусу присоединиться к административному контролю. По предварительным данным, Щелковский район сегодня в первых рядах, это точно. Почему? Потому что конкурсы отыграны и уже одна дорога сделана. Более 100 километров дорог планируют отремонтировать в Щелковском районе за 2018 год. Одним из первых объектов, где прошли работы, стала улица Первомайская. Здесь ремонт был действительно востребован. Дорожное полотно находилось в крайне изношенном состоянии. В данный момент осталось только нанести разметку. Обсудили на совещании подготовку к летнему пожароопасному периоду. С 31 мая на территории района вводится особый противопожарный режим. Будут реализованы дополнительные меры для безопасности. В том числе и сейчас проводится опашка лесного массива во всех поселениях. Ведет совместное противопожарное патрулирование участников местности, населенных полков, мест традиционного отдыха граждан, полос захода автомобилей дороги. Патрулирует и сам лес. Уже выписано 26 административных штрафов жителям, разводившим открытый огонь. На контроле районная администрация держит ход подготовки к строительству самого долгожданного транспортного объекта – моста через Клязьму. В данный момент работы идут в графике. Ситуация постоянно на контроле. На сегодняшний день организация подряд приступила к работам в 12-м отделе. Работы выполняются. У архомендован уже строительный городок, подключен он к электроснабжению. Практически закончена вырубка леса на место проплатки сетей. Весь вырубленный лесосклодирован, подготовлен к передаче заказчику. Выполнена временная подъездная дорога, временный мостовой переход. День защиты детей отметят в Щелковском районе 1 и 2 июня. Сейчас продвигается подготовка к празднику. На заседании глава района отметил значение движения «Юнармия» для патриотического воспитания подрастающего поколения. А также поделился впечатлениями от поездки делегаций Щелковского района в город Побратим-Ахтубинск, где расположено главное управление государственного летно-испытательного центра имени Чкалова. В рамках мероприятия наша делегация приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном честному летчику-испытателю, принимающему участию в боевых действиях Сирийской Арабской Республики. Считаю, что то, что мы увидели, то, что мы поговорили и услышали от наших летчиков, которые принимают непосредственно участие в боевых действиях, является залогом нашей будущей помощи этому славному главному летно-испытательному центру. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания Щелково.